Что запомнилось вот это 9 января 42-го года? Стрельба на улице, крики и стоны и плач людей, выгоняли всех из домов и детей, и страшный вой собак. Собаки, как известно, очень устро реагируют. И на кровь, и на стрельбу, тем более. Этот тихий ужас погром длился весь день в пятницу 9 января 42-го года. В историю это вошло как первая пятница. По-еврейски, для эштофатек. Потому что потом еще были ведь пятницы. Мы все сидели, и только отец иногда вот так вот поднимет черепицу, вот так вот выглядывает. На другой день, это уже 10 января 42-го года, суббота, ну да, а этих людей, вот я говорю, весь день шел погром. Их собирали, собирали, набралось около 6 тысяч человек. Их повели в лес по направлению, при выезде из Смельника по направлению на Кожухов. Кожухов, Литин, Винница, вот дорога проходит, шоссейная дорога, и как бы рассекает лес на две части. Так вот, накануне 9 января были вылиты две огромные яны, которые могли вместить в себя тысячи и тысячи людей. Так вот, в этот день, 9 января 42-го года, было убито около 6 тысяч человек. Стоял зажгучий мороз, вот люди моего возраста и старше, их туда привели под крики, под улюлюканье, под удары плетками, под удары прикладами. Их там, у этой ямы, заставили раздеться, раздеваться до гола. И они спускались в эту яму и по ним стреляли. И немцы, и полицайи.